Всю жизнь посвятил только ей. Трогательная история любви Валерии и Иосифа Пригожина. Свидетелем зарождения романтических и деловых отношений Иосифа Пригожина и Валерии был Виктор Дробыш, который на тот момент плотно сотрудничал с продюсером. Вместе они искали артиста, с которым можно было бы записать по-настоящему хорошие песни. Виктор Дробыш очень хотел встретиться с Валерией, которая поражала его как своей внешностью, так и голосом. Пригожин тоже был заинтересован певицей, которая собиралась вернуться в шоу-бизнес после перерыва. Наши интересы с Иосифом совпали, мы оба хотели заполучить эту певицу. Иосиф сказал, завтра встречаемся с ней, пожалуйста, придумай что-нибудь. Я решил показать несколько своих песен на английском языке. Валерия пришла на первую встречу со своим адвокатом, довольно молодой девушкой, они сели за большой стол напротив нас. А мы с Пригожиным были похожи на двух студентов, которые хреновенько подготовились к экзамену, но в принципе что-то знают, вспомнил Виктор. Несмотря на то, как Дробыш описывает сейчас себя и Пригожина во время той самой первой встречи с Валерией, певица, тем не менее, согласилась прийти на следующий день на студию и начать работу над записями песен. Пригожин, что интересно, сразу же заинтересовался артисткой как женщиной. Впрочем, Валерия, что 20 лет назад, что сейчас может похвастаться блестящей внешностью, так что не было ничего удивительного в том, что Пригожин был ей очарован. По воспоминаниям Дробыша, продюсер тогда очень мешал им работать постоянными попытками куда-нибудь пригласить Валерию. Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И вдруг скрипела дверь и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил, Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан. Она отвечала, Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать. Но он упорно гнул свою линию, а может быть в другое место, там мой друг такую шурпу делает. Помню, я смеялся, Лера, слушай, такое ощущение, что ты у нас приехала из голодного края. Он все время пытается тебя накормить. А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что кроме жратвы, он не предлагал ей ничего, заявил Дробыш. То ли тактика Пригожина сработала, то ли это изначально был обоюдный интерес, но Валерия не устояла перед продюсером. Виктор, на глазах которого зарождались эти отношения, сейчас утверждает, что брак двух знаменитостей был неизбежен. Пригожин настолько боготворил свою возлюбленную, что мог совершить какие угодно поступки ради нее и ее детей от предыдущего брака. К слову, отношение продюсера к наследникам Валерия всегда умиляла ее коллег по шоу-бизнесу. «Когда на его дне рождения до меня доходит очередь поздравлять Иосифа, я произношу такой тост. Этот человек – один из немногих на земле, которые так относятся не к своим детям. Он настолько сильно вложился в них, что стал им ближе, чем родной отец. И этот его поступок гораздо сильнее, чем какие-то победы в шоу-бизнесе», заявил Дробыш. История Иосифа Пригожина и Валерии – это пример не только крепких супружеских отношений, но и рабочих. С 2003 года Иосиф является продюсером Валерии, и ей никогда не приходилось на него жаловаться. По мнению Дробыша, который уже давно крутится в шоу-бизнесе, певица никогда не смогла бы найти достойную замену Пригожину, который во главу угла всегда ставит свою жену. Как в семейной жизни, так и в работе. В случае с Лерой, просто прекрасно, не нашла бы она себе нигде такого продюсера, как Иосиф. Я бы, например, постоянно отвлекался на другие проекты. Я же еще и композитор, и руководитель продюсерского центра. А Иосиф всю жизнь посвятил только ей, заключил Виктор Дробыш.